Рабочая группа предложила больше ста поправок в конституцию. Напомню, в группу входят 75 человек. Это известные политики, ученые, юристы, общественные деятели. Одним из членов рабочей группы является политолог и председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы Вячеслав Никонов. Сегодня он приехал в Киров со студентами и поговорил о конституционной реформе в России и о проблемах образования. Наш корреспондент Евгения Бакина пообщалась с Вячеславом Никоновым. Вячеслав Алексеевич, здравствуйте. Для чего нужно проводить подобные встречи со студентами, обсуждая тему конституционной реформы? Такие встречи важны и для того, чтобы разъяснить суть идущей конституционной процедуры, а это вещь, которая происходит не каждый день, и собрать предложения по внесению изменений в нашу Конституцию, которые могут быть реализованы либо через Государственную Думу. Я являюсь субъектом законодательной инициативы, либо через рабочую группу. Как сейчас идет процесс обсуждения поправок Конституции? Знаю, что их более ста. На самом деле их гораздо больше, потому что практически на каждом заседании рабочей группы я получаю достаточно толстую папку, в которой разного рода предложения и поправки. Кроме того, сейчас поправки уже принимаются официально от субъектов законодательной инициативы. Какой дальнейший этап? Неужели мы будем голосовать за все вот эти поправки? Сначала законопроект вносится в Государственную Думу, Дума его рассматривает. Затем вносятся поправки в этот закон. И затем ко второму чтению какие-то поправки принимаются, какие-то отвергаются. И текст уже более-менее будет готов. После этого третье чтение, принятие закона Государственной Думы, рассмотрение в Совете Федерации по процедуре федерального конституционного закона, а затем свое слово должны сказать еще субъекты. После чего президент подписывает закон в части, касающейся процедуры введения его в силу. В данном случае через общенародное голосование. И только по итогам этого голосования поправки уволятся в действие. Систент предложил ввести с 1 сентября 2020 года надбавки за классное руководство в размере 5000 рублей. Возможно ли индексация зарплат педагогам в Конституции? Естественно, не должна быть записана эта неконституционная норма. Возможность выплаты из федерального бюджета доплаты учителям – это то, что может быть дописано в закон об образовании. Мы посчитали даже, сколько стоит этот вопрос для федерального бюджета. Это порядка 60 миллиардов рублей. К слову о студентах. Владимир Путин предложил ежегодно увеличивать число бюджетных целевых мест в высших учебных заведениях России. С чем это связано и какие будут специальности? В последние годы шла достаточно острая борьба между моим комитетом и министерством, в том числе, которая наставила на том, что у нас слишком много людей с высшим образованием. Надо сокращать количество бюджетных мест. Мы были уверены, что это не так. Это может привести к деинтеллектуализации страны. Президент в этом споре, к счастью, стал на нашу сторону. У нас гораздо больше заинтересованность сейчас в специальностях, связанных с цифровой технологией, с инженерным делом, с точными науками, с медициной. Поэтому будет перераспределение от тех же московских и санкт-петербургских вузов в сторону, в том числе, и Кировского государственного университета и других вузов. Спасибо, что ответили на мои вопросы. До свидания.